На месте, где сейчас стоит школа номер 30, в годы Великой Отечественной войны располагалась 27-я артиллерийская бригада, принимавшая участие в битве под Москвой. Командовал группой Анатолий Дьяконов. И сегодня в памяти о великом подвиге советского военачальника, родительский комитет школы, ветераны и неравнодушные химчане выдвинули инициативу присвоить учебному учреждению имя генерала-лейтенанта Дьяконова. У меня твердое убеждение, что Анатолий Александрович Дьяконов – это личность неординарная. И она проявилась, покорила, по крайней мере, меня тем, что вот такая невероятная тяга к знаниям. Инициативу родителей и учеников поддержали депутаты и администрация городского округа. Это большой труд, это большая честь претендовать на такое право. Я считаю, что своей работой школа это право заслужила. И мы надеемся, что нас поддержит и губернатор примет решение Андреевич Воробьев о присвоении. Это действительно очень почетно, это очень ответственно. На сегодняшний день весь педагогический состав и члены родительского комитета заняты краеведческой работой. В школе создан музей боевой славы. Мы выходим с пакетом документов на уровень губернатора, который, мы надеемся, очень нас услышит и поможет нашему главе городского округа Химки, который проявляет тоже данную инициативу, поддерживает наших жителей, для того, чтобы нашей школе было присвоено такое почетное звание. Окончательное решение о присвоении средней общеобразовательной школы номер 30 имени советского военачальника Анатолия Дьяконова примет губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев.